7.18 на ваших часах. Мы говорим вам доброе утро. Сегодня в студии Марина Гесс и Карина Хазова. Мы продолжаем. Итак, ко дню знаний в Челябинске стартует акция, которая называется «Начинаем год с добра». Организаторы этой акции всем детям на линейке будут раздавать флажки и деньги, денежные средства, которые будут получены. Они пойдут на поддержку детей в жизни, которых вмешалась болезнь, и они не могут по этой причине посещать школы и детские сады. Сейчас мы об этом поговорим подробнее с нашим гостем. Да, действительно, наш гость Наталья Широкова уже с нами на связи, руководитель социальных проектов благотворительного фонда «Искорка». Доброе утро, Наталья. Доброе утро всем. Нам известно, что акция проходит уже далеко не первый год, и хочется узнать, благодаря чему такой большой интерес проявляется и в чем заключается уникальность этой акции. Да, в этом году у нас юбилейная акция «Начинаем год с добра». Мне кажется, интерес к этой акции, потому что она простая, понятная для людей, и она была организована вообще инициатором этой акции, стали сами люди, сами родители. Поэтому она так массово подхватилась тоже народом. Когда человек видит, как помогает другой человек, и это просто, он подключается к акции. А в чем заключается как раз-таки алгоритм помощи? Как человек может помочь? В этом году мы решили сделать, знаете, раз юбилей, то мы решили провести такой флешмоб «Самолетик» называется. В этом году флажки будут не просто флажки, нужно вообще купить просто флажок. Идея акция, как и вся по стране, простая – купить один букет учителю, а остальные средства потратите на то, чтобы помочь детям. Флажок стоит всего 100 рублей, можно его купить и помахать им ребенку. Вот у нас как раз на экране сейчас мальчик, который сидит на окне в больнице, и который не может пойти в этом году, например, в школу, потому что он лечится. И суть его поддержать таких ребят, которые смотрят пока на мир через окно. Этот самолетик нужно зарегистрировать на особой странице «Самолетик-74РФ». Для чего вы регистрируете борт самолета? Вот там показано, что есть такой флажок, который приносят маме, и она сканирует QR-код, переходит на страницу, жертвует денежку, получается, и регистрирует свой борт. И затем каждый борт будет участвовать в розыгрыше призов. Их всего 15, и приз можно выиграть на класс. На целый класс. То есть еще и приз можно выиграть. Наталья, скажите, а вот в первую очередь кому будет помощь оказана? Куда эти денежные средства пойдут? Мы говорим о том, что в этом году мы поддерживаем проект «Активное лечение». Это самый дорогостоящий проект «Выскорки». Это как раз деньги идут на поддержку лекарств в лечении. Но вообще вот мы распределили вот так суммы, чтобы людям было понятно. Например, 100 рублей стоит одна баночка «Малоешки». Это очень необходимое питание для наших детей, которые в период химиотерапии отказываются от обычных продуктов, а поддерживать их нужно. Затем около 90 тысяч стоит такой противогрибковый препарат, который тоже необходим очень многим ребятам после лечения, после прохождения вот этих сложных процедур. Ну и, например, мы приводим в пример, что 400 тысяч только понадобилось четырем детям вот в последнюю неделю июля. Прямо один за другим последовали просьбы, это составляло примерно 400 тысяч. 400 тысяч четыре ребенка получили поддержку. Наталья, а вот еще такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы присоединиться к этой акции? Не у всех взрослых есть дети, которые пойдут на линейку 1 сентября. Допустим, есть такие люди, у которых детей нет, и 1 сентября никто флажок не принесет. Мы активно посылаем всех, все предприятия, помочь детям выйти на линейку, например, в каком-нибудь детском доме. Подарить детям флажки, у которых нет родителей, но которые тоже могут взять флажок и выйти на линейку. Поддержать таким образом. Ну и опять же, помочь какому-то классу купить. Я знаю много классов, которые, допустим, не могут купить флажки родители. Можно их поддержать. Вообще мы активно призываем предприятия помочь своим, и нам помочь, и помочь своим ребятам, например, родители, которых работают у них, выйти на эту линейку. И также это очень красочно. Я была на таких линейках, когда дети стоят с такими флажками. Мы уже знаем, что продано около 2000 флажков. Нам звонят в школу, говорят, мы хотим купить столько-то флажков. Вот вчера буквально забрали 500 флажков лицей номер 77. Они начали, на самом деле, эту акцию пять лет назад. 490 флажков заказал Усть-Котав. К нам активно присоединяется область Троицк, Кышты, Краснознаменные, село Мяское. И вот Усть-Котав самый такой отдаленный сейчас город, который вступил в акцию. А вот по опыту прошлых лет, 2000 билетиков, флажков, это много, мало или пока еще ожидается вот эта последняя неделя? Пока мы еще ожидаем. Учителя выходят, на самом деле, они очень активно также поддерживают нас. Вот самый интересный момент. Нас поддержало Управление образования, Министерство образования. Мы даже презентовали эту акцию на выступлении в Министерстве образования. Презентация этой акции выложена на сайте. И там подробно рассказывается, что учителя, мы тоже им оказываем такую поддержку, если им нужно. Мы написали методические рекомендации, мы их разрабатывали с психологами и педагогами. Можно провести урок добра. В школу есть прямо сценарий такой с младшими и средними школьниками. А также можно провести со старшеклассниками уже в век современных технологий по QR-коду такой квест. Тоже в преддверии, либо в День знаний, либо я знаю, что 3 сентября тоже школы должны провести классные часы на тему деброчной энергии. Это как раз те темы, которые здорово проводить вместе с нами при помощи этой акции. Наталья, вот у меня прям буквально маленький вопросик. Все равно же есть наверняка какая-то обратная связь с детьми. Что дети в этот момент чувствуют, когда они помогают другим детям? А буквально вот вчера была эта связь. Мы разговаривали со Светланой Маклаковой из села Мясково. Она говорит, у нас заряжена вся школа на то, чтобы приобрести флажки. И у нас очень многие родители говорят о том, что мы вместе с детьми это делаем. Не просто я сдал 100 рублей, а мы говорим, пойдем. Вот смотри, сейчас мы будем с тобой вместе отправлять выскорку. Человек, как бы ребенок, он очень, он говорит, я помогаю ребенку, который не может сейчас учиться. Но я очень надеюсь, что он выйдет потом на линейку, и я ему помогаю. Я держу этот флажок, я участвую в акции. Это есть. Наташа, спасибо вам большое за то, что вы делаете, потому что такие подобные акции, они действительно очень необходимы детям. И мы вам желаем, чтобы количество участников... Я прошу всех присоединяться. Да, мы желаем вам, чтобы количество участников в этом году многократно увеличилось от того количества, которое вы произнесли. И пусть акция действительно станет максимально полезной и доброй. Спасибо вам большое, что вы снижаете. Я хочу просто всем сегодня пожелать доброго, солнечного, прекрасного дня и здоровья. Наталья Широкова была с нами на связи, руководитель социальных проектов благотворительного фонда «Искорка». Вот так добро делать просто, особенно когда объясняют детям очень доступным языком. Это, конечно, очень трогательно и замечательно. Но прямо сейчас мы хотим обратиться к нашим синоптикам, потому что готовы рассказать вам, какая погода нас сегодня ожидает.